Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Валентина Бутусова, я предприниматель со стажем 27 лет. Я очень рада вас всех сегодня видеть на этой встрече. Звук мы проверили, я надеюсь, что меня наконец-то слышно. Очень рада вас всех здесь видеть. Отлично. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь люди, кто присутствует впервые, или есть ли люди, которые недавно зарегистрировались в Арифлейм, чтобы я знала, кто. Поставьте, пожалуйста, единичку, кто недавно зарегистрировался в Арифлейм, есть ли здесь новички. Единичку поставьте, пожалуйста, есть ли здесь люди, которые недавно есть. Хорошо, замечательно. Я вас поздравляю. Я уверена, что вы приняли правильное решение, что пришли в компанию Арифлейм, и что это вам даст хороший толчок в вашей жизни, изменить жизнь к лучшему. Сегодня меня попросили рассказать мою историю успеха. И чтобы понять, почему у меня получилось то, что получилось, нужно заглянуть в мое детство. Я родилась и выросла в простой семье. Так получилось, что мама нас с братом растила одна, и поэтому детство наше было без игрушек. Мне, как маленькой девочке, очень хотелось иметь куклу. И чтобы меня принимали играть другие дети, у которых были игрушки, я сшила наряды для их кукол. Шить меня научила бабушка, когда я училась в первом классе. Куклу я, конечно, себе купила, но тогда уже, когда я была взрослой, я была студенткой, и тогда я себе куклу купила. Мне очень хотелось этого с детства. Поэтому я твердо знала, что когда у меня будут дети, они будут обязательно иметь игрушки. Они будут хорошо одеваться, они будут хорошо кушать. Я обязательно в этом постараюсь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто меня понимает, кто знает, что такое детство, либо без игрушек, либо с малым количеством. Вообще без игрушек это очень трудно такое представить. Но вот кто в детстве хотел больше игрушек? Есть такие, очень хорошо. Да, да. К сожалению, так бывает. У нас с мужем родились трое детей. Мы хотели, чтобы у них было все самое необходимое. И поэтому на каждый день, на каждый день рождения все трое получали по игрушке. Конечно, нам приходилось много работать. По прошлой профессии я инженер-конструктор, у меня высшее образование. Мне очень нравилась моя инженерная работа. Я человек творческий и мечтала творить, придумывать, проектировать. И хотя я и мой муж работали на предприятии, где платили хорошие деньги, нам их явно не хватало. Это было в конце 80-х годов. Началась перестройка. Я уже тогда понимала, чтобы жить хорошо, нужно работать на себя, а не на кого-то, не на дядю. И я начала искать возможность. Скажите, пожалуйста, друзья, вот кто из вас понимает, что в этой жизни все зависит не от правительства, не от президента, не от богатого дедушки, а лично от вас? Вот кто согласен со мной, что важно в жизни взять ответственность за свою жизнь на себя? Поставьте, пожалуйста, отлично. Я очень рада, что вы это понимаете. Замечательно. Поэтому вы и здесь. Вы понимаете, вот те люди, которые пришли в Reflame и кто пришел учиться, вот они это понимают, они это поняли. Когда началась перестройка, я уволилась с завода. Я до сих пор помню состояние свободы, вот что я сама себе хозяйка, и что мне не надо каждое утро вставать и бежать на работу, чтобы успеть через проходную проскочить, иначе будет не очень хорошо. Я до сих пор помню это состояние. Я тогда устроилась в кооператив швеей. Научившись вот тому, что там делала, я занялась собственным делом. Опять же, я решила, что если я буду сама на себя работать, не в кооперативе на кого-то, а на себя, хотя я уже деньги хорошие получала, то это будет лучше. Я сшила кожаные куртки, дубленки на заказ и на продажу. Потом я челночила по России, по Польше. И у меня нашлись, нашла я такие фотографии, которые я, вот тогда меня фотографировали. Вот, это, если кто понял, что это такое, это палатка с товаром, который мы продавали, там сумки около автобусов. Вот это челночили мы таким образом. Это были нелегкие времена. Да, скажите, пожалуйста, а вообще кто-то вот помнит такие времена и понимает, слышал о том, что тогда происходило? Челноки, таможни, рэкет, налоги. Кто знает это? Знает, да. Ну, кто-то, может, у кого-то родители этим занимались, а может, кто-то из вас и тоже сам этим занимался. Деньги были неплохие, но силы времени я тогда отдавала много. Так прошли 16 лет. Мне хотелось быть больше дома с детьми, которых я иногда по несколько дней не видела. Конечно, не всегда все было гладко и красиво. В моей жизни были и взлеты, и падения, были денежные потери, но я всегда знала, что должна подняться и идти дальше. Нужно просто иногда отойти в сторонку, посмотреть на себя и на ситуацию со стороны. И я всегда знала, что что-нибудь придумаю обязательно, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Но пришел момент, когда в моем линейном бизнесе наступил кризис. Нужно было что-то придумать. На обычную работу я идти не хотела. Об этом даже речи не было. Вставать по будильнику, каждый день работать по 8 часов, получать зарплату, которая меня явно не устраивала. Я себе даже во сне это увидеть не желала. В то время двое моих детей, младших, обучались в платных вузах. И я стала искать временную какую-то работу, пока наладится мой основной бизнес. Скажите, пожалуйста, друзья, вот кого из вас интересуют деньги? Вот кто пришел, вот кому вот интересны деньги? Вот у кого интерес именно в деньгах? Вот кто хочет зарабатывать большие деньги там? Поставьте, пожалуйста, плюсики или отлично. Так, есть такие люди. А напишите, какая сумма вас устроила бы в долларах? Вот сколько вы хотели бы? Замечательно, молодцы. Хорошо реагируете. А какая сумма вас устроила бы? Комфортно было бы для вас в месяц получать, чтобы жить нормально? Какая сумма? 6 тысяч уе, отлично. 500, отлично. Вы знаете, я вот тогда, когда искала тогда работу, я… Отлично, молодцы, молодцы. Я… Меня тогда… Вот мы посчитали, что нам в семью не хватает 300 долларов. Вот я тогда искала возможность заработать где-то 300 долларов. Пока настрою свой бизнес. Вот. Иногда вот разговариваешь с людьми, и они говорят, вот чем больше, тем лучше. Ну, в принципе, да, чем больше, чем лучше. Но вот конкретно надо знать. Я вспомнила один случай. Мы были в Киеве на большом семинаре, и у строителей этого семинара вверху подвесили сетки. Вы, наверное, видели, когда-нибудь в подходящий момент дергается веревка, и на зал падают из этой сетки шарики. Так вот, в тот раз в сетках были доллары. Представляете, дождь денег на голову весело было. И мне тогда попалась одна бумажка. Но в действительности деньги сами по себе на голову не сыплются. Нужно хорошенько поработать. Сколько себя помню, я всегда искала способ зарабатывать больше, чтобы жить лучше. И я стала искать возможность. Я уже знала, что такое свобода, что такое быть самой себе начальником, и что такое иметь хорошие деньги. И я искала возможность получить это все в одном флаконе. И желательно не вкладывать больших денег. Потому что мой бизнес, когда я бизнесом обычным, линейным занималась, там нужны были вложения. И не всегда это оправдывалось, конечно, и они не отбивались эти деньги. И такая возможность у меня представилась. Однажды в газете меня заинтриговало, заинтересовало одно объявление, зацепило. Интересная работа и телефон. Я позвонила, и мне сказали, приезжайте. И когда я приехала, я вдруг увидела что-то, услышала, ну что-то вообще невероятное для меня. Там я познакомилась с сетевым маркетингом. 20 минут перевернули мою жизнь. Мне рассказали, что есть такая бизнес-идея, благодаря которой можно построить собственный бизнес, не вкладывая больших денег. И эта бизнес-идея без рисков, без рэкета, без таможни, без головной боли, с нормальными налогами. И главное, что это можно строить красиво и с удовольствием. И для меня это было еще важно. Почему? Потому что я могла быть дома и с семьей своей. И у меня вдруг открылись глаза, я увидела свет в тоннеле. Я нашла то, о чем мечтала всегда. Возможность иметь свободу выбора, иметь свободное время для своей семьи и друзей, иметь доход, который удовлетворит мои потребности, иметь возможность воплотить все свои мечты. Сначала это была страховая компания. Сотрудничала я с ней только два месяца. Чтобы в нее войти, нужно было купить страховку за 95 долларов. Деньги немалые и найти желающих было очень сложно. А деньги мне были нужны. Шел октябрь 2002 года и мне тогда подсказали, попробуй в Арифлейм. Сейчас начинаются праздники, Новый год, 23 февраля, впереди 8 марта, подработать можно. И я вспомнила, что в Арифлейм меня периодически по телефону приглашала моя знакомая, моя подруга Валентина, с которой мы раньше когда-то челночили по России. И к предложению которой я серьезно не относилась. Но хочу рассказать об одном интересном моменте, который был за год до этого. Валентина, Валентина Сысоенкова ее зовут, это мой спонсор в Арифлейм, пришла в сетевой маркетинг намного раньше меня. И она периодически звонила мне и приглашала в Арифлейм. Но я, посоветовавшись со знающими, в кавычках, конечно, людей, отказывалась. Я надеялась, что вот-вот в моем собственном бизнесе произойдет прорыв, и я стану богатой и счастливой. Однажды мне она позвонила и сказала, Валя, срочно приезжай, ты мне нужна. И я, сунув ноги в сапоги, набросив на домашнюю одежду шубу, поехала к ней, я думала, что-то случилось. А приехала на презентацию сетевой компании. Это я сейчас все понимаю, а тогда я жутко обиделась, что меня не предупредили. Если бы предупредили, я, конечно, бы не поехала точно, что я не так красиво одета, как все. Удивительно, но я помню ту презентацию до мелочей, хотя прошло 14 лет. Я присутствовала на этой встрече колючим ежом. Я не верила ни одному их слову. Многие вещи меня тогда откровенно раздражали. Я даже не подошла к столику с косметикой. В то время косметика я считала декоративку. Я считала, что мне нужна только помада. А ее я могу и в магазине купить. Вот представляете, какой вредной я была тогда. Я думаю, сейчас вы вряд ли с такими людьми встречаетесь, которых вы приглашаете на презентацию или на встречу. Помню, Светлана Гречишникова, наш верхний спонсор, в структуре которой мы находимся, которая проводила эту презентацию, меня спросила, Валентина, а как вы ухаживаете за своим лицом? Какими криками пользуетесь? На что я ей ответила, мне это не нужно. У меня хорошая кожа, она сама себя питает. Представляете, что я тогда сказала? Тому, что в сетевой компании можно заработать деньги, я не поверила. Не поверила даже тогда, когда мне показали информационный листок, в котором был виден доход. Это можно поделать, сказала я. Я не могла поверить в это. Я не верила, что это может изменить мою жизнь. Слишком все просто, казалось. Не может такого быть. Здесь наверняка есть какой-то подвох. Скажите, кому это знакомо? Вот поставьте десяточки. Кто так или раньше думал, или сейчас с кем-то? Очень многие так считают, что кожа сама себя питает. Точно, да. Знаете, у меня есть даже мой консультант, она давно со мной. Она до сих пор так считает. Она, правда, хорошо делает неплохие продажи. Но для себя крема не берет. Ну, вот такие люди есть, да. Возможно, кто-то из новичков думает точно так же, как и я. И это нормально. Вы понимаете, это нормально. 98% людей думают точно так же. Они не верят. Если бы все люди верили, они бы давно уже были бы. Или в компании «Арифлейм», были бы с нами уже давно. Я вам хочу рассказать один анекдот. Прилетел Никола из-за границы на родину. Не было дома десять лет. Идет по своей деревне, и диву дается. На одной стороне деревни дома каменные, высокие, машины черные, большие. И в них богато одетые люди сидят. А с другой стороны стоят домики, в землю вросшие, под оконником грязь черпает. Люди бедные и пьяные. Голодьба, одним словом. Николай спрашивает у бедных. А почему с одной стороны рай, а с другой не щитра, дремучая? На что ему отвечают? Там какие-то сетевики проживают. Все нам свой бизнес предлагают. Ну и что вы? Да брешут. Вот я точно так же, наверное, тогда говорила бы. Уехала я с той презентации колючим ежом с иголками в метр длиной. И только через один год и три месяца я зарегистрировалась в Арифлейм. Мне нужно было для этого год и три месяца после презентации. Вы знаете, я вам хочу сказать. Вот Валентина, если бы она меня, она не сделала одну вещь. Это просто, чтобы вы знали. Она мне не разу, вот сколько она мне звонила, она мне приглашала за деньгами в Арифлейм, но она мне ни разу не показала каталог. И я считаю, что она тогда сделала большую ошибку. Если бы она мне дала каталог посмотреть, ну я бы наверняка не устояла. Потому что действительно, если женщине попадается в каталог в руки, устоять очень сложно. Каталог Арифлейм. Поэтому не зовите по телефону, а дайте посмотреть, полистать каталог. Это будет быстрее. И я так думаю, что тогда бы у меня точно было бы немножечко это все быстрее. Теперь я решила попробовать, потому что мне очень нужны были деньги. И 14 декабря я зарегистрировалась в Арифлейм 2002 года. Это у меня день рождения, как консультант Арифлейм. Но получилось у меня не сразу. Вы знаете, я-то как думала. Я приехала тогда Валентине, говорю, Валечка, ты мне вот в мешочке насыпь вот разные там продукции Арифлейм. Я пойду где-нибудь это буду предлагать. Да, ты мне вот там, скажем, помаду, там, тушь, тени. И я пойду по детским садикам и по школам, и я попробую это продавать. Вот понимаете, как я думала. Но Валя сказала, подожди, Валентина, ты знаешь, мы... Так не работаем. Мы работаем по-другому. Давай я тебе объясню. Вот она мне объяснила, как это надо. Вот точно так же, но вы знаете, как нам надо. То есть есть каталоги. Вот покажи кому-нибудь каталоги. И тогда мы работаем под заказ, но мы не ходим с этими мешочками и не продаем там. Но я, конечно, получила по полной программе нет от своих самых близких людей. И уже решила, что Арифлейм не для меня. И так получилось, что все самые праздничные месяцы, декабрь, январь, февраль и 8 марта, они прошли без меня. То есть без меня я ничего не продала ни к одному празднику. У меня две дочери, сын и две дочери. И когда я предложила старшей дочери каталог, она сказала, мама, я тебе сказала, что ты на родственниках не заработаешь. Я тебе сказала, что в Арифлейм не стоит идти. И даже не заглянула в каталог. А младшая дочка Лена, она сказала вообще, фи Арифлейм, я буржуа пользуюсь. Лена со временем потом стала директором в компании Арифлейм. Но тогда она мне ответила именно так. Конечно, я решила, что это не для меня. Это других, у других получается, но Арифлейм это не для меня. У меня не получится. Но что я... Да, вот родственники наши, скорее всего, так. Но я тогда уже поверила в сетевой маркетинг. Я... Сейчас, немножечко рановато. Я тогда уже поверила в сетевой маркетинг и понимала, что в Арифлейм заработать деньги можно. Это у меня не получается. Но другие это делают. Вот. И если у меня люди появлялись какие-то, я и они хотели в Арифлейм зарегистрироваться, я просто спрашивала, вот тебе деньги нужны? Нужны. Я говорю, знаешь, говорю, я ничего не понимаю в этом Арифлейм, но я вижу, что там люди зарабатывают деньги и зарабатывают очень неплохо. И если человек говорит, да, я хочу, значит, я направляла этого человека к Вале, звонила ей, говорила, у меня тут вот есть женщина, которая хочет в Арифлейм. Она говорит, ну пусть приезжает. И она их просто регистрировала ко мне. Я даже про это и не знала. А 10 марта, когда уже прошли все праздники, она мне позвонила и сказала, Валя, приедь ко мне, я тебе что-то покажу. И она показала мне информационный листок с моей маленькой группой, где против всех фамилий стояли баллы, бонусы, а против моей их не было. И она сказала, посмотри, твои люди работают, а ты теряешь деньги. Но у меня не получается, мои знакомые отказываются, сказала я. И тогда Валя сказала, походи на школу. И я пошла, я послушала, и я сидела на всех школах вместе со своими новичками. Я понимала, что это новое дело для меня. Я должна научиться, и я должна понимать весь процесс. И я тогда сказала сама себе, если это получилось хотя бы у одного человека в городе, Минске, тогда это получится у меня. Я обложусь книгами, я научусь, и я это сделаю. То есть школы – это планерки и вебинары. Да, у нас, ну мы тогда не работали через интернет, у нас были обычные школы. То есть мы приглашали новичков. Это школы по продажам, школы по косметике были, школы, как строить бизнес. То есть да, оффлайн, да. Это вот на офисе мы приглашали людей. Сейчас, ну это же было тогда, тогда интернета не было еще. Вот, и мы работали так. В то время я была в предпенсионном возрасте, это было перед пенсией. И перспектива жить на социальной пенсии, работать уборщицей, гардеробщицей или вахтером, мне это очень не нравилось, я этого не хотела. Я, конечно, с уважением отношусь к этим профессиям и понимаю, что они важны и нужны, но я не хочу там работать. В аэропорту, вот опять еще один анекдот хочу вам рассказать. В аэропорту встречаются два бывших однокурсника, одноклассника. Один из них моет туалет в здании аэропорта. А второй ему говорит, что ты делаешь, чем ты занимаешься, давай я тебе помогу. Приходи в сетевой маркетинг, там пассивный доход будешь получать. На что тот ему говорит, ты что, с ума сошел, как же я без авиации. Неважно где, главное, чтобы с авиацией. Вот здесь вот я вам хочу показать, пусть даже это плохо немножечко видно. Это моя... Так, сейчас, минуточку надо тут закрыть. Это моя распечатка. Моя распечатка первая, когда я начала работать. То есть после 10... Это за март месяц. Видите, у меня тогда было в моей группке 8 человек. Внизу вот рукой эта Валя мне написала. Она меня спланировала. Так, как же мне это закрыть? Видно хорошо, да, вот эту мою страничку? И здесь вот, видите, я тогда была на 3%, тогда 3% было. И Валя мне сказала, я прошел март месяц, каталог, и я ей пришла. Ну, она мне дала какие-то задания, я говорю, я это все сделаю. Что мне делать дальше? Она говорит, давай я тебя вот на апрель спланируемся. И она меня спланировала. Она не на 6, а на 9. Она мне сказала, чтобы попасть через забор, нужно мерить на Луну. Давай вот на 9% я тебе спланирую. И она мне вот тут сказала, вот нужно 12 человек пригласить и делать вот внизу, видите, 150 плюс 1. Вот это формула успехов компании Reflame. Каждый каталог делает 150 баллов и приглашать хотя бы одного человека. И я делала точно так же, как мне говорил мой спонсор. То есть я выполняла Валиной то, что она мне говорила. И у меня началось получаться. Вот март прошел, в апреле я поняла, чтобы мой рост в компании Reflame, да, мои деньги, все зависит от количества каталогов. И в апреле я уже купила 25 каталогов. Я помню, тогда пришла ко мне Наташа Шкурт, это мой бывший, будущий, вернее, директор, мой первый партнер. И мы сидели с ней на одной школе, и я ей говорю, что Наташа, я ей шепчу, ты знаешь, я поняла, что здесь нужно купить 25 каталогов, да, чтобы вот что-то было получаться, чтобы появились клиенты, которые будут делать заказы, и чтобы появились люди, которых можно регистрировать. И Наташа сделала то же самое. И вы знаете, мы так делали с ней только два каталога подряд, и у нас пошли с ней хорошие очень продажи. Вот я сейчас покажу вам следующий слайдик. Вот это тоже моя табличка, которую я тогда вела. Ну, я как инженер-конструктор бывший, да, я очень люблю циферки, разные графики, разные вот такие, что-то подсчитывать, что-то планировать. И вот это вот, видите, вот в марте месяца у меня было 3%, у меня в первой линии было 4 человека, структура 8, и я была на 3%. Ну, баллы здесь немножечко другие, потому что тогда каталог был месяц, не 3 недели, а месяц. В апреле я вышла на 9%. Валя мне сказала, надо, чтобы в твоей структуре было 12 человек, у меня стало 15, то есть я выполнила ее условия. И я вышла на 9%. И уже через, в декабре месяце я была на 21%, то есть я открыла звание директора. Ну, тогда было 21% директора звания. Вот, то есть мне для того, чтобы вот вырастить, нужно было 9 каталогов. Я, вы знаете, я помню один поздравительный вечер, который у нас проходит очень часто, да, на котором я побывала в первый раз. Я тогда сидела в большом зале на самом последнем ряду. На сцену выходили люди, им вручали цветы, подарки в красивых пакетах, их с чем-то поздравлять, они в ответ что-то говорили. Я мало чего понимала, то, что там происходит, но мне это жутко понравилось. И я тогда сказала сама себе, что я буду сидеть на первых рядах и буду стоять на сцене. И так и получилось. Я люблю получать подарки и люблю, когда меня хвалят. И на следующем уже поздравительном вечере, который тогда проходил, по-моему, раз в три месяца, я уже была на сцене. И я получала подарки. И со мной рядом уже стояли мои партнеры, которые тоже получали подарки и цветы. То есть таким образом мы стали расти и развивались. Вот, ну, табличку вы, если хотите, я потом могу кому-нибудь это подробно рассказать, как и что здесь из этого получалось. У меня стало получаться, я много читала, я посещала все, какие только могла школы и семинары. Я вновь стала прилежной ученицей-студенткой. Я читала, слушала истории успешных лидеров нашей компании. Я искала те изюминки, которые помогли им стать успешным. Я училась у своих спонсоров, поднимаясь от одного к другому выше и выше, выбирая в себя их знания и опыт. Когда я все выудила из Валентины, что только могла, я пошла к более верхнему спонсору, к Любе Соловей. Люба, учи меня, я хочу расти. Люба мне стала говорить. Потом я пошла к Юрию Павловичу Гречишникову. Он со мной занимался. То есть ищите тех спонсоров сверху, которые, если у вас, ну бывает иногда, да, непосредственный спонсор не развивается, не строит бизнес, да, то есть серьезно не занимается этим. То есть, а вы хотите серьезно, значит, ищите следующего сверху спонсора. И смотрите, наблюдайте за лидерами, как и что они делают. Вот то, что они делают, раз это у них получается, значит, делайте и вы это. В сетевой маркетинг я пришла, чтобы заработать в семью дополнительные 300 долларов, которые мне на тот момент нужны были. А получила стиль жизни. И теперь я с гордостью могу сказать, что я не ошиблась в выборе. Я смогла выстроить достойный бизнес не только для себя, но и помочь большому количеству людей улучшить их жизнь. Я занимаюсь делом, которое приносит мне большое удовольствие, свободное время и деньги. У меня за это время появилось очень много новых друзей в разных странах. Сколько их не было за всю мою жизнь до этого. В нашей стране, в нашей компании есть ежегодные конференции за границей. И когда я впервые взяла туда своего мужа на Мальту, я немножечко ниже покажу про это, он потом меня целый год мне говорил спасибо, что устроила такую поездку на Мальту. Вот здесь вот на этой фотографии, ну вот мой муж, и вот это вот моя дочка, Лена. Та, которая мне говорила, фи Арифлейм, я буржуа пользуюсь. Так это вот, это банкет директоров в Киеве, тогда он проходил, где мы ее поздравляли с званием, а нет, это меня тогда поздравляли. Это ли ее? Я уже запуталась. Сейчас, минуточку, подождите, я прошу прощения. И дальше покажу вам. Вот это фотографии, которые тоже я совершенно случайно нашла. Это наш старый сервисный центр. Вот хотела показать всем, какая очередь стояла в Арифлейм когда-то. Ну, почему стояли такие очереди, потому что было непосредственное обслуживание, то есть мы приходили, делали заказы и тут же их получали. Мы не делали тогда заказы через интернет. Вот это в старом офисе вот такая вот очередь. Так, дальше покажу еще немножечко вам. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Поставьте плюсики, кто меня слышит. Если слышно меня, послышно, отлично. Вот, вот для тех, кто достигает каких-то успехов, у нас замечательно. Спасибо, спасибо, друзья. Да, проходят банкеты директоров. Вот это вот банкеты директоров, где меня поздравляли или мы кого-то поздравляли. Это вот со званием золотого директора. Золотых директоров нас, золотого директора нас поздравляли с мужем. Банкет, на банкетах. А вот это вот Лена со своим мужем. Они тоже стали вот в Арифлейм тогда заниматься. И они здесь проводят вечер, ведущие вечера. Вот, это Юрий Павлович Гречишников и Светлана Гречишникова. Это мы перед вылетом, по-моему, в Грецию в аэропорту ждем на золотую конференцию. То есть у нас каждый год проходят золотые конференции в августе месяце. В каких-то экзотических местах. Это мы с мужем вдвоем нас поздравляли. Приятно, когда я люблю, когда меня поздравляют. А это вот с Анной Ахумьян. Тоже был семинар. И Анна Ахумьян там была я с ней знакома. Что-то я ей спрашиваю. А это мы были на семинаре у Тома Шрайтера. Вот, если знаете такой Том Шрайтер, обязательно поищите его какие-то семинары, какие-то записи. Очень интересные бывают. Это Керк и Елена Ректор. Тоже был семинар. Они проводили тоже. Вот проходила я. То есть я стараюсь не пропускать никаких таких семинаров. Ну, это уже у нас на сервисном центре был вечер. Новогодний вечер, на котором нас поздравляли. Так, и вы тут уже знакомых видите своих, да, из вашей. Вот это банкет директоров в Минск-Арена. Вот так у нас банкеты директоров проходят. В каких-нибудь таких больших залах, потому что никакой ресторан не поместит нас. Вот здесь вот у нас тоже перед банкетом. Вот справа фотография, посередине стоит Галина. Это мой директор. Галина, немножечко хочу пару слов про нее сказать. Галина Боброва. Вы знаете, ей где-то около 70 лет. Она до сих пор, она делает очень хорошие продажи в Арифлейм. У нее структура большая. Она очень хороший продавец и очень хороший рекрутер. За счет Арифлейм, вот благодаря Арифлейм, она сделала ремонт в своей квартире. Сыну помогла отремонтировать. По-моему, сыну она помогла купить автомобиль. И самое главное, она каждый год летом путешествует по Европе. Она каждый год в какой-то новой стране бывает. Только лишь благодаря Арифлейм, потому что на пенсию бы, конечно, она этого не смогла сделать. Вот это тоже Галина Боброва. И справа Олег Кузьмитский. Это тоже мой директор. Вот, уже на банкете мы. Ну и вот здесь вот меня поздравляли с Апфировым, с названием Апфирова директора. Это мой, некоторые, лидеры из моей команды. Так, еще немножечко, да. И вот сейчас будут конференции, фотографии с конференцией. Вот это фотографии, когда мы были на Канарах, да, на Канарских островах была конференция. Очень интересная. Это моя первая была конференция. Это в Греции, в Афинах. Вот это на Мальте. Подождите минуточку, я прошу прощения. Так, и вот это вот Мальта, куда, за что, куда я впервые взяла своего мужа. Вот тут я даже его фотографии сделала специально, где он на, вот вверху фотография. Это бассейн на крыше нашего отеля. Он там плавал, вот, и за которую, за эту поездку он меня весь год потом благодарил. Спасибо, спасибо, что ты меня взяла. Спасибо, что ты меня свозила. Спасибо, что ты мне устроила такую жизнь. А это мы в Португалии вместе с ним. Сейчас, вы знаете, сейчас мы с мужем находимся в очень интересном возрасте. Мы пенсионеры, но мы не совсем обычные пенсионеры, каких много в нашей стране. Нам не страшно оказаться один на один со своей пенсией. Мы знаем, что мы никогда не будем сидеть на шею своих детей. И если большинство пенсионеров живут по принципу 3D, доедают, донашивают, доживают, то мы живем по принципу 3Х. Хорошо едим, хорошо одеваемся, хорошо живем. Как здорово, что можно путешествовать за счет компании. Многие до пенсии отработают на предприятии, так ни разу не побывав. Совершенно верно. Вы знаете, вот действительно очень сложно и очень так вот, ну, рассказать про поездку. Там надо побывать. Компания буквально вот на руках носит каждого своего лидера, каждого своего консультанта, который вот, ну, сделал вот что-то такое, чего-то добился в компании. И компания благодарна каждому такому консультанту. Очень много подарков получаем, очень много, ну, вот действительно, это наверняка уже, особенно вас всех не уделишь поездками за границу. То есть многие наверняка побывали где-то самостоятельно. Но одно дело самостоятельно побывать, а другое дело вот за счет компании. Уже поездка – это полностью за счет компании. Вот только до аэропорта, может быть, вы доедете, да, на автобусе за свой счет, а все остальное – это компания. И там много, там банкеты, там поездки, там экскурсии, там подарки. Ну, ну, вот буквально, да, и, да, совершенно точно, поездка на две персоны. То есть вы можете поехать сами и взять кого-то. Кого хотите. Вы можете взять члены своей семьи, вы можете взять своего знакомого или своего хорошего консультанта, который, лидера, который показывает хорошие результаты. То есть это вот таким вот образом можно кого угодно. Вы знаете, вот что я хочу теперь вам предложить. Представьте себе, представьте себе, что вы уже два года занимаетесь этим бизнесом. Ну, или больше, да. Представьте, я имею в виду, серьезно этим бизнесом занимаетесь. И представьте себе, что вы уже построили этот бизнес. Представьте себе, что у вас уже все есть. Вы получаете 5 тысяч долларов в месяц, 10, кто-то 20 тысяч долларов в месяц, или дальше больше. И представьте себе, что вы сегодня проснулись в Сан-Франциско, или на Мальдивах, или в какой-то любимой вашей стране в Европе. Представьте себе, что ваши дети учатся в Англии. Или, может быть, ваши внуки учатся в Англии, благодаря тому, что вы построили этот бизнес с компанией Airflame. И представьте себе, что вы живете в собственном доме возле соснового леса на берегу озера. Вы проснулись утром, сделали две чашечки кофе для себя и своей половинки. Вы вышли на террасу своего дома, чтобы насладиться прекрасным свежим утром, видом озера или недалекого леса. И представьте себе, что вы ездите на новом крутом автомобиле, купленном три дня тому назад в салоне. И сейчас вы собираетесь поехать на этом крутом автомобиле в ближайший тихий городок, чтобы пройтись по магазинам, встретиться со своими друзьями, посидеть в маленьком уютном ресторанчике. И все это у вас состоялось благодаря тому, что вы построили бизнес в Airflame. А теперь я расскажу вам, как вы это сделали. Представили это все, да? Как вы это сделали? Вы сотрудничаете с самой большой компанией прямых продаж в Европе, Airflame. Ваш стратегический партнер – шведская компания Airflame. Компания предлагает широкий ассортимент качественной косметики и средств по уходу, продукцию wellness для здоровья взрослых и детей, а также уникальную возможность любому присоединиться к нашей компании и начать свое собственное дело. Почему вы именно выбрали Airflame? Потому что это косметика для всей семьи, и это продукция wellness для здоровья, для детей и для взрослых. И эта продукция быстро заканчивается. И опять есть необходимость покупать. Продукция Airflame легко продается. Вы выбрали для себя известный бренд. Вам не нужно доказывать, что Airflame – отличная косметика. Ее и так покупает. Косметика Airflame сама себя продает. А любой владелец торгового бизнеса скажет вам, что если что-то хорошо продается, на этом можно хорошо заработать. В этом бизнесе отсутствует риск потерять деньги, что нередко бывает в обычном бизнесе. Компания Airflame работает легально почти в 65 странах мира, благодаря чему вы можете построить и вы строите международный бизнес. В компании Airflame есть привлекательная автомобильная программа. Компания Airflame и ее лидеры предоставляют своим консультантам поддержку и мощную систему обучения. Правильно. Нужно это делать, и все обязательно получится. Для поддержки и роста и развития своих консультантов и лидеров компания предлагает различные программы и бонусы. Эти программы и для консультантов, и для менеджеров, и для директоров есть, и для лидеров есть. У вас все получилось, потому что вас привлекли возможности Airflame. Первая возможность – это отлично выглядеть. Компания предлагает косметику для взрослых и детей и продукцию Wellness. И представьте себе, что вы уже несколько лет являетесь привилегированным клиентом компании Airflame. И вне зависимости от того, сколько вам лет, вы выглядите значительно моложе, ваша кожа подтянутая, без единой морщинки, она сияет естественной красотой. Вы идете, и на вас обращают внимание все встречные мужчины. Это я, конечно, про женщин говорю. И эти мужчины штабелями укладываются. У вас отличное здоровье. Вы стройны, подвижны. Вы распрощались с лишними кинограммами. Вы уже давно забыли, что такое простуды или вирусные заболевания. Ваши дети здоровы, активны. У них хорошая память. Они хорошо учатся. И все благодаря тому, что вы в такой замечательной компании. Следующая возможность – это зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги можно либо не меняя образа жизни, либо строя бизнес. Ну и, конечно, еще одна возможность – это получать удовольствие. То есть получать удовольствие, когда вы общаетесь, вы ездите на конференции, у вас есть возможность путешествовать. И теперь я расскажу о том, как это у вас получилось. Компания «Арифлейм» – это компания прямых продаж с элементами сетевого маркетинга. Бизнес «Арифлейм» связан с организацией и управлением. То есть компания платит деньги за организацию товарооборота. Вы являетесь менеджером или руководителем. И знаете, что интересно? Оказывается, люди без вашего согласия, без вашего давления каждое утро будут чистить зубы, мыть голову, женщины будут краситься, мужчины будут бриться и пользоваться духами. Оказывается, эти люди будут пользоваться косметикой и без вашего обучения. И вы поняли, так почему бы на этом не заработать? Правильно? И если вы предприниматель в душе, то должны понимать, что если продавать товар, который купит любой гражданин страны хотя бы на 1 доллар в месяц, то ваш бизнес будет работать и процветать бесконечно. То есть есть потребность, а любой бизнес строится на потребности. Что значит организовать товарооборот? В компанию приходят три категории людей. Первое – это клиенты, второе – это консультанты и партнеры. Третья категория. И ваша задача – помочь им получить то, что эти люди хотят получить в компании «Арифлейм». Клиенты хотят получить косметику, витамины или средства для похудения. Консультанты хотят получить дополнительный доход, не меняя образа жизни. Такие тоже есть люди. А партнеры хотят возможность построить собственный бизнес. Они хотят путешествовать и получать удовольствие. И чем больше в вашей команде людей, тем больше товарооборот, тем больше процент компания вам платит. И тогда в течение 6-12 месяцев у каждого свой путь, у каждого свое это время, ваш партнер, вы или ваш партнер может выйти на доход 500 и даже 1000 долларов в месяц. И чтобы получить 1000 долларов, нужно сделать товарооборот в 5000 долларов в месяц. Большинство людей хотят зарабатывать дополнительные деньги на продажах других. Сейчас очень многим нужны деньги. Очень многие люди ищут в себе дополнительный заработок. Так почему бы не воспользоваться этим? Помогите этим людям. 90% людей недовольны своей работой. 98% людей недовольны своей зарплатой. Есть потребность. А бизнес, любой бизнес строится на потребностях. Вы знаете, у каждого человека свой путь, свое предназначение. Все имеют право выбора. Многие люди никогда не сделают прорыва в своей жизни, потому что они отказались выйти из зоны комфорта и сделать шаг в неизвестность. И если вы относите себя к числу немногих, то не бойтесь пробовать, иначе вы никогда не узнаете того, что могли бы вы совершить. Вы можете изменить свою жизнь. Вы можете это сделать. Это так просто. Сначала захотеть, а потом сделать. Просто спросите, как. Так, те, кто достиг успеха, такие же, как и вы. Они не умнее вас. Они просто очень захотели изменить свою жизнь. И стали ее менять. И у вас обязательно получится. Главное, не останавливаться, несмотря ни на что. И в конце я хочу рассказать еще одну историю или притчу. Историю про маленькую серенькую птичку. Птицы, гуси, на юг собрались. А маленькая серая птичка? А, вы гуси, вы на юг полетите. Вам хорошо. А я здесь с голоду помру, замерзну. Ну ладно, маленькая серенькая птичка, полетели с нами. А, у вас вон какие большие крылья. А у меня маленькие, я недалечу. Ну ладно, маленькая серенькая птичка, садись на одного из нас. Мы тебя довезем. А, там наверху холодно. У вас вон какой пух, какие перья. А у меня вон какие маленькие перышки. Я замерзну. Ну ладно, маленькая серенькая птичка, забирайся в пух. Там будет тепло. А, сказала маленькая серенькая птичка, там будет тепло, я усну. Вы приземлитесь покушать, а меня не разбудите. Я умру с голоду. Да пошла ты. А, я так и знала. Знакомы это вам? На этом все. Спасибо, друзья. Вы были хорошими слушателями. Я желаю вам больших свершений и успехов. И я твердо уверена, что у вас обязательно все получится. Теперь, какие есть вопросы ко мне? Задавайте, я готова ответить. Да, таких птичек много. У каждого свой путь, у птички свой путь. Но вам-то нужно наверняка что-то другое. Спасибо за интересный вебинар. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо за спасибо. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Я готова. Вы знаете, я, в принципе, я люблю все способы. Я люблю работать живьем. То есть я работаю, и я считаю, что список знакомых – это великая вещь. Его никто не отменял. То есть знакомиться с людьми и приглашать, привлекать людей знакомых. И я работаю через интернет то же самое. То есть разными способами. Все способы хороши. Почему? Потому что, вы понимаете, друзья, почему нужно еще работать и с теми людьми, которые вокруг вас? А потому что они тоже моются, они тоже красятся, женщины. Мужчины бреются. Всем нужна шампунь. А почему бы не сделать так, чтобы это была наша продукция? Потому что, если вы не предложите людям, которые вокруг вас, то им предложат кто-нибудь другой. Им предложат Бутусово. И ваши знакомые, ваши друзья, ваши соседи, они будут у Бутусовой. Как много времени вы тратите на работу в компании? Вы знаете, я работаю так, чтобы это было мне в удовольствие, чтобы я могла и дома быть, чтобы я уделяла внимание семье, потому что, тем более, у меня сейчас, я должна быть здесь дома много. Вот как у меня получается. Если я хочу отдыхать, значит, я отдыхаю. Я выключаю компьютер, я смотрю телевизор там или еще куда-нибудь иду. А как я хочу работать, я работаю. Я работаю в собственное удовольствие. Комфортная работа, совершенно точно. Да. Я стараюсь, чтобы она была комфортна. Еще вопросы? Главное делать. Вы знаете, самое главное здесь не останавливаться. Почему? Потому что, как только вы остановитесь, кто-то будет это делать за вас. Кто-то будет развиваться. Главное не останавливаться. Несмотря ни на что, ни на какие-то... Ну, бывает, всякое бывает. Да, бывают кочечки какие-то, бывает спотыкаемся. Ну и что? Так, правда, что Reflame, говорят, не Ахти косметика? Или это неправда? А вы попробуйте. А вы попробуйте. Это шведская натуральная, высококачественная косметика. Вы знаете, если бы она была, продавалась в магазинах, она была бы раз в пять дороже, это точно, чем мы ее покупаем по каталогам. Косметика классная. Попробуйте что-нибудь. Говорят, вы знаете, вот, говорят, те говорят, кто ее либо не пробовал, ну, вот стопроцентно. Если вам кто-то так сказал, что она не Ахти, значит, спросите, а чем вы пользовались? Вот интересно, что человек скажет? Потому что обычно человек начинает говорить, да нет, я, вот, я там чего-то... Скорее всего, не пользовался человек, тот, который говорит не Ахти. Мужские туалетные водички супер, да, правильно. И женские очень хорошие. Вы знаете, вот, Наталья, у Стаса стереотипы. У всех стереотипы... Это стереотипы, это у тех людей, которые вот, которые не знают, не попробовали, не столкнулись с этим. Поэтому у них это... Это нормально, это нормально. Вот. Ну... Попробуйте, Стас, купите что-то для себя, попробуйте наши пены для бритья, туалетную водичку подберите себе, та, которая, чтобы она вам нравилась по запаху. Вот. Шампуни, ну, то, что вот, чем пользуетесь. Вы понимаете, вот я в компании уже 13 лет, и 13 лет в моей... В моей ванной, у моего мужа, у моей мамы, у меня, у всех, у всей моей семьи только косметика Арифлейм. Значит, она хорошая. Правильно, попробуешь, точно, да. Вот. А если вам говорят, что это не... Спросите, а чем ты пользовалась этого человека, если... У них кожа сама себе. Тоже верно. Тоже это верно. Нормально. Это есть, это было, это есть, и это будет. К этому просто нужно спокойно относиться. Вы понимаете, мы, консультанты Арифлейм, мы должны научиться работать с возражениями. Это возражения ли у людей? Это нормально. Вот. Это нормально. Я вам расскажу сейчас, как я свою дочку перевела на компанию Арифлейм. То есть она ни в какую даже не хотела заглядывать в каталог. И тогда я решила, ну, ну, прямо, ну, дочка, это же, это же собственные дети, это понятно все. Как же сделать так, чтобы она попробовала? Я взяла тушь, да, и я ей как-то сказала, я ей, знаешь, я, она говорит, никак не могу понять. Вот ты знаешь, одни мои клиенты говорят, что тушь очень хорошая, а другие говорят, что тушь не очень хорошая. Вот, ты знаешь, вот ты моя дочка, ты мне точно скажешь, ты же свой человек, да, ты мне точно уже скажешь, как она. Я тебе вот даю тушь, я ее купила новую, попробуй, как она тебе. Вот если она тебе не понравится, ты мне просто отдашь. Но ты вот, ну, вот не могу понять, вот хорошая она или не хорошая. Ну, я-то знала, что она хорошая, но мне нужно было, чтобы моя дочка попробовала. И когда она ее попробовала, она сказала, мама, тушь очень хорошая. И с этого момента она выбросила свою тушь, вот ту, которую буржуа, она ее выбросила, она стала пользоваться Арифлейм и стала постепенно-постепенно пользоваться продукцией Арифлейм. И все, вот полностью муж ее, вот и Коля ее муж, он тоже директор компании Арифлейм. Сейчас вот у них ребенок маленький, два годика, с половины года мы ему стали давать велнос омегу-3 рыбий жир, очень любит, ну то есть пользуется. Какая? Все наши туши хорошие. Наши туши все хорошие. Вы знаете, как предложить клиентам, ну просто клиенты, вот женщины, они часто подбирают тушь по кисточке, по виду кисточки. Поэтому дайте каталог посмотреть, и женщина подберет себе сама. Вот. Ну то есть наши туши все хорошие. Ну естественно, нужно спросить у клиентки, вот новая клиентка, да, если она говорит, а какая тушь ваша хорошая? А что вы хотите получить от этой туши? И вам пускай клиентка скажет, или удлинение, или хотят, чтобы они были как вот лапки у елки, или еще какие-то. Ну то есть вот таким вот образом просто работать. Вот. Да, новинки всем нравятся, это точно, да. Хорошая наша косметика вся хорошая, вся, вот, вот, ну, ну все хорошее. Просто, вы знаете, наша косметика есть на любой кошелек, да, есть на кошелек, у кого помея, ну то есть есть такая более дешевле, есть средняя и есть более дорогая косметика. Вот, пожалуйста, выйдем она. Вот. А бижутерия точно, это точно. Я готова бижутерию всю покупать. Вот новый каталог посмотрела, да, да, правильно, не содержит никель. Новый каталог посмотрела, но бижутерия у нас вообще классная, очень красивая, очень красивая. И тоже всем нравится, тоже всем нравится. Правильно, правильно. Наша продукция очень хорошая. Тут без себя. Ну, конечно, люди имеют право выбора. Любой человек, он вправе выбирать и компанию, и продукцию, которую он, и вот какая ему нравится или не нравится. Вы знаете, я иногда, когда вот показываю каталог в новом месте, где-то новому совершенно потенциальному клиенту, и если мне человек говорит, вы знаете, я пользуюсь другой косметикой, я пользуюсь, скажем, там, ну, какую-то другую называют. Я говорю, очень хорошо, вы пользуетесь хорошей косметикой. Вместе с тем, давайте я просто вам оставлю каталог, вы посмотрите, может быть, вы что-то здесь тоже подберете. И люди подбирают, несмотря на то, что они пользуются другой косметикой, они могут выбрать что-то, то, что вот у нас есть, чего нет в их косметике. Поэтому вот таким вот образом рассказывайте. Вот. И постепенно вы станете хорошим консультантом для своих хороших клиентов. Туилетные водички хорошие, да, туилетные водички наши очень хорошие. Совершенно верно. Самое главное, чтобы вы сначала начали, вот, ну, это, конечно, новичков имеется, я имею в виду. Если вы начнете пользоваться сами косметикой, вы будете совершенно по-другому подходить к своим потенциальным клиентам. Совершенно по-другому смотреть другими глазами, и они будут видеть у вас, они заметят, что вы пользуетесь, и что вам косметика нравится. Поэтому первое, конечно, первое условие того, что если хотите, чтобы у вас все получалось, это начать пользоваться самим. Понятно, что вы не будете всей косметикой пользоваться. Выберите то, что вот вам нужно, необходимо, и начните это делать. И тогда люди с удовольствием у вас тоже будут заказывать то, что им нужно. Вот. Есть еще какие-то вопросы ко мне? Задавайте. Вы знаете, я готова хоть до утра говорить, поэтому вот задавайте вопросы. Спасибо. Спасибо за спасибо. Спасибо. Совершенно верно, да. Сами будем покупать, и тогда, если... Совершенно по-другому вы будете предлагать косметику другим. Хорошо, если нет вопросов, тогда будем, наверное, закругляться, будем завершать эту сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое за внимание. Вы были очень хорошими слушателями, мне очень понравилось. Надеюсь, что я скоро, в недалеком будущем, очень быстро услышу вас, как вы будете выступать тоже. Очень приятно, что к нам в Арифлейм приходят мужчины. Вообще, вы знаете, что любой бизнес, в первую очередь, я считаю, это мужской бизнес. Бизнес, он для мужчин, и мужчина, он, да, он организатор хороший, поэтому, Стас, пробуйте, станьте хорошим организатором, и у вас обязательно все получится. Ну и женщины тоже. Спасибо большое. Да, да. Все тогда, да, все. До свидания. Спасибо. До свидания.